Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя история – это загадка. Загадка для вас, поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием. Доброе всем утро, наши друзья, наша ферма. Покажем все, как собака встречает, лошади. Заходим. Сегодня мы приехали осматривать лошадку. Наш ребеночек родился, и у него какие-то есть аномалии с глазами. То есть, если посмотреть, глаза закисшие, практически не видно зрачков. идет какой-то гнойный процесс, поэтому наша сегодняшняя задача – осмотреть и назначить лечение. Мама лошадка выбежала, и вот наш маленький такой вот жеребеночек. Ощущение вот такое первое, что он ничего не видит. Гнойные глаза. Вот сейчас будем разбираться. Так, вот смотрим на глаза. Глаза вот такие закисшие, увеличенные, гнойные. Поэтому будем разбираться. Патология довольно-таки сложная, серьезная. Проникающие ранения двух глаз. Роговица полностью пробита. Хрусталик одного глаза находится на улице. Второй глаз поврежден. Наша задача сделать седацию, полностью висит в состоянии наркоза, и сделать операцию на двух глазах, чтобы дать возможность сохранить и жизнь, и зрение. Сейчас он войдет в состояние сна, и мы проведем эту операцию. Значит, как всегда в полевых условиях вот мы придумали вот такой стол, на котором проведем операцию. Поставили палету, и вот в таких условиях будем сейчас оперировать. Так, мы провели операцию. Значит, зашили роговицу и зашили веки. Назначили антибиотики, назначили препараты, которые будут снимать воспаление, которое образовалось. И предварительный диагноз, что это какая-то аутоиммунная патология, связанная с тем, что роговица полностью иммунной системой начала отторгаться. Один глаз полностью без хрусталика, второй глаз, надеюсь, удастся спасти, и наш жеребеночек сможет увидеть. Операция подошла к концу. Временно мы положили вот такую вот повязку. Через час мы ее снимем и отправим назад к маме. Надеюсь, и где-то даже хочется быть уверенным, что зрение хотя бы на один глаз появится, и он сможет жить дальше. Так, наш помощник Александр берет нашего черныша, вот так аккуратно, нежно, и относит в то место, где в ближайшее время будет находиться. А уже когда придет в себя, уже тогда мы отведем его к его маме. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы! Вы, ваши близкие, и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня! Продолжение следует...